Говорят, что мы где-то открываемся и крадем чей-то трафик. Поверьте мне, это мы принесем трафик в эту локацию по большей части. Нам нужно открываться там, где черная кость. Все, я поняла. Друзья, всем привет. Сегодня я в гостях у владельца сети барбершопов «Черная кость» Арам Михаэлян. Арам, привет. Привет, привет. Привет. Спасибо большое, что приютил, что согласился на интервью. И давай познакомимся. Я прочитала, подготовилась в интернете о том, что ты открывал с тремя партнерами. Ты и еще два партнера. Да, это не только партнеры, это мои друзья. Твои друзья. Именно друзья, да. Наверное, тоже около 7 лет назад, на тот момент, когда я смотрела интервью, 5 лет назад ты говорил, что вы открылись. Нет, когда мы открылись, мы открылись уже в 8,5 лет. В мае будет 9 лет. В мае 25-го года будет 9 лет. 9 лет. Ну, а с друзьями я дружу уже, там у меня партнер Арам, мы дружим со школьных времен, можно сказать, с Максимом. Это мой однокашник, мы познакомились в университете. Круто, круто. То есть уже памяти не хватает, сколько лет. Ты его, когда бизнес не мешает дружеским отношениям. Да, не так часто бывает. Изначально вы назывались Блэк Бонн, да? Нет, мы всегда Черную Кость называли. Нет, у вас было прям по-английски название. Нет, никогда в жизни не было. Только в интернете было на сайте Блэк Бонн. Да, да, да. На сайте, раньше, я не помню, можно было уже делать на тот момент по-русски или нет. Вот так мы чисто по-русски называемся. То есть, причем, никогда мы не говорили, что мы барбершоп, ни разу, нигде, ни в одном тексте. Мы мужская парикмахерская. Мужская парикмахерская. Потому что я была уверена, что изначально был Блэк Бонн, и потом мы просто переименовались, перевели себя на русский язык. Нет, нет, нет. Почему это невозможно? Потому что Черная Кость, я не знаю, знаете, почему Черную Кость называют. Нет, расскажи. Что такое вообще Черная Кость? Расскажи. Черная Кость, это раньше, раньше так на Руси вроде как называли просто людинов, это обычным был народ. Была Белая Кость, это высшее сословие, и Черная Кость, это обычные работяги. Трудяги, да. Да, трудяги, поэтому мы Черная Кость. Блэк Бонн мы не можем называться никак, именно Черная Кость. Это все связывается с нашей основной политикой. Логично. Доступные цены, демократичные для всех. Вот. Окей, давай немножко освежим информацию. В том же интервью ты говорил о том, что для комфортной работы тебе достаточно, не тебе, а вообще оборотов, достаточно одного миллиона рублей. Интервью два года. Дальше, миллион рублей. Одного миллиона рублей. Ты говоришь, ну, когда у тебя спрашивал интервью, он говорит, ну, вот какой оборот? Ты говоришь, ну, миллион, это чтобы чувствовать себя нормально. Оборот? Это или мой... Оборот, оборот. Оборот точки одной? Да, 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 да. Ну, это... Это было два года назад, сразу говорю. А кому это он, я даже не помню. А у тебя брали интервью два парня. Братья. А, братья все, да, хорошие ребята. Да, 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 да. Все, все, да. Да, прикольные подкасты у них, все. Ну, в общем, я просто хотела актуализировать цифры. Мне интересно сейчас... Нет, ну, миллион рублей мало, конечно. В нынешних реалиях, да. Конечно, мы больше живут. Да, вот какой оборот считается хорошим, при котором, ну, вот прям нет претензий. На самом деле. Ну, миллион точно нет. Миллион должен... Там все зависит еще от аренды на ставки, будем откровенны, да. Но, по сути, от полутора. Сейчас от полутора... От полутора, да? Нормально. А вот если пройтись немножко по цифрам, вы прям разложите эти полутора миллиона рублей. Очень интересна математика черной кости, да. У нас тоже есть разные ценовые сегменты барбершопов. Вот мне очень интересно. Вот в среднем аренда у тебя 15 точек, ты говорил мне. 18. 18. Это у брата 15, да. Да, у брата родного 15. Офигеть можно. А средняя аренда какая? Ну, вот средняя. Сейчас, на самом деле, даже вот средняя... Да. Даже тяжело сказать. Но рублей, наверное, 150. 150 аренда, да? Да, средняя. А какие-то сервисные истории есть затраты? Даже вот здесь такая же примерно аренда. А нет, чуть дороже, вру. Ну, чуть-чуть дороже. Но выглядит как будто дороже. Выглядит намного дороже. Учитывая здесь и квадратура, и потолки, и район более-менее нормальный. Какие у тебя основные косты? Ну, вот аренда. Это, мне кажется, основная вообще в целом. Зарплата? Зарплата, это естественно. Но мы... У нас 50 на 50. Да, я знаю. Ни для кого не секрет. Вот. Это все основное. Если мы говорим о полтора миллиона и 150 аренды, то есть 10% у тебя занимает аренда, 50% зарплата. Какие еще косты? Ну, зарплата администратора. Наверное, тоже процентов там, ну, 6. Блин, сейчас в процентах мне тяжело посчитать. 5, 5, наверное. Да, ну, 75 тысяч примерно. Да, чуть больше, мне кажется, даже. Чуть больше. А, ну там же два, точно, да. Там же два администратора. Я думаю, зарплата двух администраторов примерно по 90 тысяч выходит, если не ошибаюсь. Да, мы, допустим, тоже 10%. Так. А расходники? Вот если вот по расходнику и так далее, я на самом деле к этому вообще отношения не имею. Даже не буду врать, не буду говорить. Я знаю, что сколько приносит одно кресло чистыми. Бабки, чистые бабки, да. А маркетинг? Не особый. Для понимания, мы вложили в 0 рублей в маркетинг практически за все время. Ну, там, не берем Яндекс.Карты. Почему же мы их не берем? Это же очень большая... Ну, для развития сети. Мы изначально не... Мы начали Яндекс.Карты делать уже, когда у нас было приличное количество филиалов. Но до того, как развиться, мы практически не вкладывали в рекламу ничего. То есть то, что вкладывали другие, там нормальные суммы, мы не вкладывали практически ничего. А в то интервью ты по-другому сказал? А что, что, что я сказал? Если мы берем... Тогда нет, я говорю, до того момента, как развиться. Но когда уже мы развились, естественно, нужно было развивать и бренд сам, чтобы он был на глазах, на слуху, чтобы было больше брендовых запросов. Естественно, Яндекс.Карты – это самый основной инструмент, который у нас есть. Да, он не дешевый совершенно. Но так как мы берем... И я даже знаю, что мы вроде самые большие у Яндекса именно по количеству подключенных точек к брендовому размещению. Вы самые большие? Да. По-моему, вообще в том гонятообязалов. Нет, нет. У нас все точки подключены к Яндексу. Именно к брендированному размещению. Это вот стопроцентная информация. Можно посчитать, даже будет интересно, может, кому-то. Это самое основное. Также у нас есть два ГИСТа, получается, тоже. Там я уже не печатался на этот момент, раньше было второе место, если не ошибаюсь. В ГИСТе? Да. Сейчас у них вообще там очень сложная система. Такая же система сейчас будет и у Яндекса. Да, да, да. Будет. Ну, для нас, конечно, всех это не очень хорошо, откровенно говоря. Для них это все очень хорошо. А если, естественно, будет больше получать... Вот у нас была борьба с одной из сетью за второе место. И они там перебивали, перебивали нашу цену. Допустим, нам неинтересно было размещаться с такой ценой. И нам там не нужно было. Но они почему-то решили, что им нужно. В два раза подняли цену реально. Реально в два раза. Ну, это очень дорого в два раза поднять цену. Для Тугис, да? Ну, это просто нереально. Я им говорю, ребят, они говорят, давайте подключаться. Ну, Тугис именно, да? И я говорю, ребят, ну, вы хотите за год мне на 100% поднять цену? Это же, ну, вот... Так вы оплачиваете Тугис? Оплачиваем, но по другой цене я. И Тугис, и Яндекс, правильно? Какой... Ну, вот, то есть это тоже какая-то часть... Мы же на год делим. А? На год. Если берем за год... Нет, если мы берем, условно, за месяц, там вообще не так много выйдет. То есть там маленькая... Ну, Яндекс 2015, это УГИС тысяч 7. Плюс-минус, да. Плюс-минус. Окей, хорошо. Правильно. А? Ну, да, говорю, правильно, плюс-минус. Да-да-да. Хорошо, какие еще расходы есть? Мне просто хочется примерно накидать... Я думаю, у нас же одинаковые расходы практически с вами. Ну, у нас на рекламу бешеные расходы. Мы ежемесячно рекламируемся очень мощно. У меня контекст очень много денег стоит. У вас контекстная реклама есть в сети? Вообще вы не размещаете контекстную рекламу? Угу. У меня сервис очень много стоит. То есть я порядка 50 тысяч в месяц мог потратить на филиал, на напитки. На напитки. Вот, да. У нас, видите, у нас есть подарок. Вот, поэтому мне интересно, какие еще... Окей, я насчитала примерно расходов на 75%, то есть рентабельность точки у вас 25%. Даже если вы говорите, насчитали нас так, 25%, рентабельность 25% это очень хорошая рентабельность. Офигенно, я вообще не спорю. Это очень хорошая рентабельность. От 20, я считаю. То есть даже 20, я считаю, очень хорошая. Ну, все, примерно так я думаю. По цифрам мне тяжело будет сейчас говорить реально, потому что я меньше увлечен в это. Я знаю, что сколько приносит примерно одно кресло. И сколько одно кресло? Вот 5 тысяч рублей в день. Одно кресло чистое приносит 5 тысяч рублей в день? Примерно, плюс-минус, да. Все, в день. А какие там расходы и так далее, это уже... Я просто... Я поняла, не погружаете. В операционку ты не погружаешься. Я поняла. Один занимается одним, другой занимается другим. И так мы не только партнеры, мы еще друзья. И друг другу все доверяем. У нас не бывает каких-то разговоров про деньги, кто что как. Такого ни разу тьфу-тьфу за все время не было. Я надеюсь, и не будет. У нас полное доверие. И каждый занимается своим делом. И никто не лезет в дело другого человека. Потому что и так слишком много информации в этом мире. И если еще дополнительно другую информацию в голову себе ввивать, то жить вообще невозможно будет, честно говоря. Слишком много информационного шума. Нереальное количество. Окей, я поняла. А скажи, пожалуйста, считал ли ты тогда другую математику? Сколько тебе нужно? Какой средний чек? Вот сейчас. Я, насколько знаю, вы недавно подняли ценник на 100 рублей. То есть у вас сейчас 700 рублей. Мы даже можем сказать, что это первый раз за 8,5 лет. За 8,5 лет первый раз? Да, первый раз. Мы поднимаем раз в полгода. За 8,5 лет мы первый раз подняли цену на 100 рублей. Если можно, я спрашиваю у своих коллег. Пожалуйста, конечно. Сколько у нас средний чек? Я просто не помню точно. 740. 840 рублей. Да. Это по всем филиалам срез. Ага. 840 рублей. Где-то и меньше. Да. И сколько вам нужно в завершенных записи на такой средний чек, чтобы достичь 1,5 миллиона? Такой не считали, мне кажется. Ну это же основа бизнеса вообще. Вы видите, мы получается не соблюдали основу бизнеса. А как вы выбираете локации? То есть, как вы считываете трафик в людях? Нет, лично наши локации, которые для себя выбираем, естественно, чисто визуально. Там я в Москве, я живу в Москве почти всю свою жизнь. И ребята тоже. Я примерно знаю, где, как, какая-то проходимость и так далее. И мы знаем уже, примерно, где мы хотим, правильно? То, что такого просчета, типа, сидеть с этой шучкой, у нас такого нет. Нет, нет, не со штучкой, а просто, вот, допустим, вы вложили в барбершоп, вы понимаете, сколько вам нужно ежемесячный оборот, чтобы посчитать вообще свою маржу в итоге, и раскинуть это все на количество проходящего трафика. Сможете ли вы столько себе обеспечить? Настолько подробно, естественно, мы не считали. Не считали, да? Нет, это примерно, может быть, цифры. И именно если мы делаем это для нас, наши точки открываем. 840, да? Да, то у нас мы примерно понимаем, как, где будет идти. Сейчас, естественно, стало все сложнее намного. Реально, сейчас намного сложнее, чем раньше было открываться. И там из-за разных факторов, естественно. И то, что происходит в целом в мире, так скажем. Ну вот, извини, пожалуйста, я просто посчитала, хочу тебе показать. Вам нужно 1800 клиентов в месяц. Ничего страшного, да, примерно. Круто. Примерно так и есть у вас такое количество? Ну да, среди 2 тысячи в месяц. 2 тысячи в месяц клиентов. Да. Да, 2 тысячи. Это на полтора миллиона 2 тысячи клиентов примерно. 1800-2200 в среднем. Да, у нас очень большая. В зависимости от этого. 1800-2200, ребята, это круто. Я пока, это, по-моему, самые большие цифры, которые я пока встречала. Это очень круто. Окей, хорошо. А какой процент Royalty платят вам ваши франчисы? У нас нет процентов, у нас определенное количество, то есть определенная сумма. Чтобы не было никаких недомовок, чтобы никто нигде не пытался что-то спрятать, скрысить, так скажем, в кавычках, да, мы, естественно, определенная сумма. Ну, типа не пробить, да, там что-то. Да, зачем нам это надо. Это же лишние конфликты. И когда кто-то кого-то пытается обмануть, и уже отношения не будут прежними, потому что ты будешь знать, что человек пытается тебя обмануть. Зачем тогда? Зачем такой человек очень нужен тебе в команде, который пытается тебя обмануть? Мы все работаем им честно. Все хотим, чтобы все зарабатывали. Зарабатывают наши франчисы, зарабатываем мы. И, естественно, у нас такая политика, если филиал идет не очень хорошо, он не по тому плану, который должен идти. Такие вот случаи, естественно, бывают. Но я сразу скажу, что за все наше время, наша работа, за 8,5 лет, ни один филиал черной кости не закрылся. Да, и у меня записано это тоже, да. То есть это довольно-таки, нескромно скажу, хоть я и армянин, да, могу говорить нескромно, это очень уникальный случай. Может быть, даже в целом, если мы возьмем. За все время от нас ушли там одни ребята, но и то там со скандалом, и то там они зарабатывали очень хорошо, очень хорошо. И поэтому они посчитали, что они могут уйти и работать сами, и развиваться сами. Но ребят нет. Поэтому такая ситуация. А по поводу роялти, если мы продолжим, если с точкой идет не очень хорошо, мы не берем деньги вообще. И это не записывается в долг. Когда вот точка начнет приносить какую-то прибыль людям определенную. То есть это регламентировано? Да, естественно. Есть какая-то, да? Ну вот минималка, в смысле... А сейчас сумма у нас 30 тысяч рублей. 30 тысяч рублей. Да, в месяц, все. Вот такая сумма. Но если филиал не работает... И от какого оборота начинается роялти? От оборота, от чистой прибыли. Если мы берем про 30 тысяч рублей, то это примерно от 150 тысяч плюс-минус. А, то есть вы видите, как вы видите чистую прибыль в своих вычаяниях? Мы видим все, естественно. Вы им доверяете на слово? Нет, мы видим все. Чистую? Конечно, мы все видим. У нас же есть общая база, которая принадлежит нам, как управляющему подняю. Подождите, получается, все расходы должны ввести они в эклайн? У нас не эклайн, у нас с онлайн. В другой СРМ-системе, да-да-да. У меня тоже будет про это вопрос. От подписчиков попросили. Да? Задать вопрос, да. Получается, все доходы и все расходы ведутся в СРМ-системе, и вы все это делаете? Мы же понимаем примерно количество людей, которые приходят. Мы же там видим и обороты и так далее. Понимаем, сколько денег люди зарабатывают. И когда уже можно начинать брать? Мы сразу не берем, допустим, 30 тысяч рублей. Понятно. Есть какая-то градация. Сперва возьмем 10 тысяч. Человек начинает 100 тысяч зарабатывать. 10 тысяч берется. Чуть больше, уже другая сумма. Когда уже люди выходят на пиковую мощность, то, естественно, уже берется нормальная сумма, потому что управляющая компания работает, она же не просто так. Люди деньги получают, зарплаты. Как-то нужно все это дело платить. Я понимаю, конечно, да. И это не такая большая сумма, если будем откровенно говорить. 30 тысяч, еще небольшая. Благодарю. Комфортная, комфортная. У нас тоже 30 тысяч рублей роялти. Ну, как бы у нас процент до 30. Ага. Да. А что насчет маркетингового сбора? Есть какие-то... Обязательные. Это вот получается ежегодно. Это Яндекс. Это обязательный сбор. Вы один раз собираете на целый год, да? Да. И два ГИС. Это обязательные сборы. Угу. Туда должны подключаться все, чтобы для нас всех было дешевле. Если филиал не захочет, то я не буду. Он не может не захотеть. Ну, вот я не буду. Нереальная история. Ну, что вы здесь? Подписано в договоре. Как он может не захотеть? Ага, этот пункт есть в договоре, да? Ну, конечно, естественно. Как бы и при подписании люди понимают, что они будут это делать. И это им говорится. Если человек не хочет, значит, он не попадает сюда. Значит, он как бы не наш человек. Зачем нам такой человек нужен? Это работает не потому, что я захотел, и эти деньги мне в карман падают. Естественно, нет. Нет, это работает на благо всей сети. И надо понимать, человек, это работает не только для него, а для меня, для нас всех, чтобы это все в долгую работало. Не только сегодня он там может заработать денежку свою, но чтобы это в долгую продолжало работать. Вот и все. Я поняла, да. А если я, например, допустим, отказываюсь, вы будете разрывать контракт? Такого случая не было. Если будет, то будем все это обсуждать. Такого случая не было. Были, естественно, разговоры, но разговоры заканчивались тем, что человек соглашался. Ну, все аргументировано, сюда хоть чего, садимся за стол переговоров, общаемся. И все. Понятно. Разговариваем мирным, решаем мирным путем, да? Рама, как ты думаешь, твоя целевая аудитория, она отличается от целевой аудитории барбершопов с ценником выше? Не всегда, на самом деле. У нас есть реально большое количество людей в определенных районах Москвы. Есть там приезжать на таких машинах, я думаю, ни хрена себе, ребята. Там, ну, реально, там. Я даже помню, самая первая точка у нас была, метро, университет, это было вообще там в подвале. Там, мы только-только открылись, если не ошибаюсь, там было полгода примерно, это максимум. Там приезжал мужичок, там, один вообще с охраной приезжал, реально, он приезжал с охраной, просил закрыть под него весь барбершоп. Он, естественно, все это оплачивал. У нас там топовый мастер есть, он до сих пор работает, сколько уже, 8, получает, да, 8,5 лет работает до сих пор. Там есть свои филиалы тоже есть. Он просил, чтобы он его стриг, там, с охраной, со всем, охрана сидела, смотрела, там, какие-то ребята просто на крутых машинах приезжали. То есть, ну, у нас есть такие люди, их немало, но, естественно, основная наша категория, мне кажется, немножко отличается. Отличается, да? Немножко, мне кажется, да. Ну, вот какая твоя целевая аудитория? Тяжело сказать, прям, я не могу сказать, что я анализировал этот вопрос. Ну, примерно, вот портрет твоего клиента. Мне кажется, молодые, по большей части, молодые ребята, да, которые не могут позволить себе повстричься за какую сумму? Ну, от 1800. То есть, у меня, вот, мастера, мы с 1 октября повысили ценник 2400 или 2500. Вот, меня даже говорили, и у моих партнеров, и в целом, у нашей команды есть определенное мнение на этот счет. Ну, я не могу считать, что, допустим, вот это может стоить 2500. Как бы, естественно, я себя уважаю, и, типа, думать, что, типа, я лох, и я, что, там, пойду за 700 встреч или за 2500, у меня такого мышления нету. Но тут же вопрос, ну, это мужская стрижка, ешки-матрешки. Ну, какой? А вот там все вот говорят о том, что цена далеко не первостепенная, что играет роль. А вот люди идут за атмосферой, за сервисом, за классным коллективом, вот за вкусным кофе. Он может поболтать, выпить виски с админом, ну, условно. Мне кажется, это тоже все вот это, бравады, вот это, знаете, когда это было? Это когда было, только барбашоп открылись, мы сидели все, чесали, что вот еще виски наливают. Если ты хочешь виски попить, вот, есть бар, пошел виски попил, хочешь кофе попить, есть кофей на дружище. Ну, это же свой антураж, ты сидишь... Ну, вот, вот это антураж, я считаю. Ты приходишь в заведение, где ты стрижешься по доступной цене, и заведение не выглядит плохо. Это нормальное, хорошее заведение. Нет, заведение выглядит шикарно, абсолютно. Кофей на дружище сделано качественно, хороший ремонт, хорошие аксессуары, довольно-таки дорогие, хороший сервис, вот, что нужно. А то, что тебе нальют кофе или тебе нальют виски, ну, ну, лично я думаю, допустим, у меня такой кофе, как хорошая кофейня, не сделают 100%. Не сделают в барбершопе, как в кофейне ты имеешь? Хорошая кофейня мы берем, там, где хорошая визиодная, где хорошая обжарка, но никто не сделает такой кофе здесь. Тут еще нужен барист, правильно? Мы же не берем кнопочную кофемашину. Хорошую кнопочку. Почему мы не берем? А если у тебя хорошая кнопочная кнопочка, то машина стоит сколько? Там всякие юры, не юры. Ой, сейчас в аренде, в аренде, там, 5-7 тысяч в месяц, отличные, и рожковые, и все может быть. Это уже должен нужен человек, который делает кнопочные, не сделает так хорошо, как сделает бариста. Это же очевидно. Ну, а ты говоришь, пришел клиент, заведение с хорошим интерьером, с хорошим сервисом. Что у тебя в заведении подразумевается под хорошим сервисом? Хороший сервис, это хорошее обслуживание администратора и хорошее обслуживание барбера. Это хороший сервис. Чтобы не было... Но обслуживание это что значит? Поздороваться, рассчитать, попрощаться? Или что еще? Вот что с сервисом, понимаешь, что это такое? Ну, учесть пожелания мои, в первую очередь, да? Я-то не такой прихотливый. Ребята там посмеются, может быть. У них другое мнение на этот счет. Чтобы я прошел, администратор улыбнулся мне. Там еще кофе, ну ладно. Администратор улыбнулся, поздоровал, спросил, может быть, как дела, не знаю. Я сел к барберу, он спросил мое пожелание, сделал, как я хочу. И все, вот это все... Облизать меня, вот это мне точно не надо. Нет, нет, сервис это не про облизывание, абсолютно. Я это вообще не люблю, честно говоря, мне даже не нравится. Ну, в определенных случаях. Вот. Вот и все. Так, хорошо, вернемся. Фокус внимания. Какое твое конкурентное преимущество тогда на рынке? Мое или личное наше? Сети. Я в твою подразумеваю под брендом. В нашей сети конкурентное преимущество? Ваше конкурентное преимущество. Наталья, в первую очередь, честно. Мы работаем очень честно. Если что, ну, у нас... Честно? Честно, да. По отношению к кому? Клиенту? По отношению к нашему фричези и клиенту. Мы ни разу... Ну, я, допустим, про себя могу говорить. Там, может быть, не мой... Даже не может быть, это не мой первый бизнес. У меня до этого тоже были бизнесы. И моих партнеров, как раз мы с ними начинали. Ни разу никого не обманывали. Если кого-то я обманывал, могут написать люди в комментариях, если меня знают. Ни разу такого не было. Всегда говорим все честно и работаем честно. Это в первую очередь. И честная сеть. И могут партнеры приходить, честно работать, да? А что, в своем понимании, обманывать? Ну, вот просто я сейчас думаю, как бы мне обмануть своего клиента? Могут обещать то, что не будет. Просто что-то пообещать, а не сделать этого, да? А то, что люди могут пообещать, зная заведомо, что этого не будет. И тех цифр, допустим, не будет, про которые люди говорят. Или каких-то услуг, которые им... Там, какой-то помощь, не помощь, могут все пообещать. Для того, чтобы с ними заключили контракт. У нас такого нету. Мы так не делаем. Мы говорим то, что есть, то, что мы можем сделать. То, что мы не можем, или не собираемся, или не хотим. Мы этого не будем говорить. Конкурентное преимущество, я думаю, это очевидно. Это наша цена. И тут у нас в совокупности, это цена, качество самого заведения и сервис. На котором мы, естественно, я не могу сказать, что это все у нас идеальное. Такого не бывает вообще в целом никогда. Не бывает, абсолютно, конечно. Есть везде промахи свои. Но мы стараемся это улучшать, чтобы это было лучше. Если на каждый отзыв негативный, если мы реагируем, мы можем зайти на, я не знаю, я не анализировал других, на Яндекс.Карты, мы стараемся, чтобы везде были оценки очень хорошие. Пятерочки. Это очень важно для понимания. С каждым отзывом нужно работать. Не только с отрицательным, но и с положительным. А как-то еще собираете обратную связь от клиентов помимо карт? Дарья скажет. Чат-ботами, наверное, да? Нет, не чат-ботами. У нас есть почта, на которую вообще благодарность приходит. Очень много пить на благодарность. На почту. Да. Я лично сама веду, общаюсь с нашим клиентам. Со всей сети. Не только с нашей 18. А по всей сети. А как они находят эту почту? То есть это им приходит... Она везде вообще есть. То есть вон вон.саб. Собака. Я таксуручкурула, она есть абсолютно везде. В нашей соцсети, в Найанкексе. Абсолютно везде она оставлена. И есть люди, которые только вчера, когда мы писали, откройтесь в этом городе, откройтесь в этом, откройтесь здесь. Я даже могу... Скрины, если нужно, скифтность. Реально люди пишут, откройтесь, пожалуйста. Я там в области у вас, а я живу тут, откройтесь, пожалуйста. Ну у нас раньше, если не ошибаюсь, висели... На наших точках, по крайней мере точно, таблички, что если что-то не понравилось, можете написать управляющему. Игорю Луке. Но там просто было такое количество, мне кажется, сообщений нереальное. Причем даже бывали люди просто неадекватные вещи пишут. Ну неадекватные в плане, что даже не касаемые... Такие есть везде абсолютно. Естественно, подумали, нам это надо. Люди просто рассрачивают свое время, энергии, фокус, ну смысла нет на этом. То есть призыва написать на почту нигде нет. То есть, например, вот сейчас там я, допустим, подстриглась, да, у вас, заплатила, ушла, мне не придет ничего? А придет, конечно. Вот, я к тому, что как они до этой почты доходят. Очень классный сервис есть, да. Какой? Можно сказать. Инбокс? Да. Очень супер, 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 супер. Звез я сказала. Завтра во всех барбершопах страны. Нет, ребята очень хорошие, молодцы. Да подожди ты, ешки-матрешки. Нет, я откат могу получить от этого сервиса? Они работают с отзывами, да? Да. Сейчас есть несколько таких агрегатов, которые работают с отзывами. Рокки Дата, слышали? А вот Рокки Дата сейчас, они очень популярны, кстати. Мы были, у них они, в основном, первые, вообще в Москве, кто подключался именно из барбершопов. Работали с ними, если не ошибаюсь, 2-3 года. Примерно. Вот сейчас перешли на пимбокс. А я могу добавить немножко. А давайте. Про конкурентное предложение наше. С чем вы отличаетесь? Давайте. Это, естественно, наши мастера. Уровень наших мастеров, которые всем известный. Один молодой человек на своих встречах со своими франчезами говорит, заявляет о том, что он хочет украсть наших мастеров. Ну, как молодой человек. Персонаж, да. Персонаж, скажем так. Какой-то из другой франшизы персонаж? Прекрасно мы про него говорили. А-а-а. Да вы что? Это он так... Я поняла. Один из людей, когда... Для меня вообще удивительно, если честно, вот так вот выражаться. Это уже не первый раз. Открыто, откровенно вы имеете в виду? Нет, удивительно, что когда человек, он довольно-таки публичный человек, выражается про даже, может быть, ему неприятную сеть, ну, очень плохо, и используя даже ненормативную лексику, это не очень нормальная ситуация, по моему мнению. Если не ошибаюсь, могут ребята процитировать. Что он сказал? Убить. Нет, не убить. Чтобы они сдохли. А, чтобы они сдохли, да. А был какой-то прецедент? Почему так? Нет, просто не убить. Нет, был прецедент, нет, в смысле, с нами, у нас с ним, с этим человеком ни разу нет. Просто черная пояса, пояса, в горле-то мне гордо-шел. Да, то есть, мы на такие, конечно, вещи не реагируем, вот, и мне кажется, это не... Ну, может быть, это где-то сказано для хайпа ради, да, но это не наша история, мы так не делаем, нам это не интересно. И плюс, ну, как можно говорить, тут же не... Тут же работает огромное количество людей, да, и так говорить... 200 филиалов. А, и так говорить про людей, чтобы они там сдохли, у людей есть семьи, они кормят свои семьи, они работают здесь, там, это душу кладывают сюда, и такое-такое говорить, но это ненормальная история. Я согласна. Тем более, время не очень простое, вот такое бросаться словами. Такого желать, да, не стоит, согласна. Давай, смотри, простой вопрос. Сколько получают мистера? Лука. 50%. 50%. Нет, нет, в деньгах. Если я сказал, чистые прибыли от каждого кресла примерно от 5 тысяч рублей... 50 тысяч в день, чистая прибыль в среднем от одного кресла. То есть они получают 5 тысяч рублей примерно. Ну, 5 чистых за высшим расходом, да, получается, 5 все-таки этот доход. Да, 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 5 это доход одного кресла, чистая прибыль. А у нас без церкви платят вообще ни за что, ни за что, ни за что. Твой доход с одного кресла и любого владельца, да, мы говорим, 5 тысяч рублей, чистая, чистая. Да. Соответственно, мастера уже вычесть надо отсюда. Нет. Как нет? Чистый доход, который ты себе в карман кладешь? Да, 5. А зачем мы себе вычитать? Он был, вы, он был, вы, он был, я имею в виду. Так, 5 тысяч, получается, в день? Вот, мы говорим. Все зависит, естественно, от записи, от локации и так далее и тому подобное. Например, такая... Тогда вопрос. Ну, допустим, при графике, пусть даже не 2-2, а там, возьмем 22 рабочих дня, 5? 5-2. Они могут получать 110 тысяч. Могут. А в чем тогда конкурентное преимущество? Это так вот. А с тем, что в других сетях крупных, которые работают выше ценитого, при графике, допустим, 15 рабочих смен на неделю меньше, они могут получать 140-150 тысяч. Как вы, получается, раз вы говорите, очень хороший был комментарий, да, что у нас лучше мастера. Почему лучше мастера работают больше смен за меньше деньги? Нет, нет, во-первых, 110 тысяч, это мы как посчитали сейчас? Минимально? 5 тысяч на 22. 22. Мы посчитали как, по минимальной? От 5, я сказал, во-первых, от 5, правильно? От 5. Второй момент. Графика у всех тоже разная. У нас чаще всего работают, если Лука не даст соврать, получается 5 или 61. 61, да? Это второй момент. Третий момент. Количество мест, куда они могут пойти, где будет хорошая запись, оно ограниченное. Правильно? Не могут быть все барбершопы забиты, и чтобы у всех была зарплата очень хорошая, и чтобы люди получали хорошие деньги. Это нереальная история. Мы, как черная кость, гарантируем практически человеку, что у него будет хорошая запись. И человеку нужна, в первую очередь, стабильность. И он должен, потому что он гормит свою семью, он должен рассчитывать, чтобы заплатить за квартиру, и так далее, ну, куча всего. Мы все прекрасно понимаем. Он знает, что здесь будут люди. А у вас есть гарантированный выход? Лука. В каких-то определенных местах, когда на новые точки, если я ошибаюсь, есть. Это первый месяц, два, три. А какой? Какая сумма? Зависи в локации. Просто сейчас, опять же, крупные сети, ну, не крупные сети, ну, да, наверное, крупные сети, кто работает на ценнике высшего, гарантию дают 4-5 тысяч. Бритва. Бритва всех постит жестко. У Бритвы 5 тысяч. Мы сейчас общались в 5. Ну, какая-то проблема существует. Даже мы это и обсуждали недавно. Мы хотели как-то регламентировать. Это, ну, внутри нашей сети, чтобы был определенный выход. Пока, конечно, не понятно, как это сделать, потому что тяжелый вопрос. Ну, потому что там некоторые дают, реально, как вы говорите, 5 тысяч, некоторые дают 3. И, естественно, мастеру смысл ехать, работать за гарантированный выход 3, когда можно поехать работать за 5. Я за Бритву очень рад. Молодцы. Пусть дают 5 тысяч, не проблема. У нас просто человек, который приходит, он почти всегда получает эти деньги. Я просто... Еще такой момент. Вот, допустим, там, ну, 170 получает, например, мастер. Ну, вот в среднем, да, допустим. Чай. Давайте посчитаем, что не чай. Не-не, без чая. Вот на секунду. Ну, у нас... Я сейчас хочу сначала... Как много чая получают ваши мастера? Большой. Большой? Большой. Ну, так же у нас больше... Большой. Поэтому давайте без чая. Это в любом случае неочевидно. Мы не можем ее сейчас померить, да, эту единицу изменения. Ну, примерно у нас, на самом деле, чай, ребят, получает столько же, сколько зарплаты их. Да, чай обязательно нужно учитывать, потому что то, что вы приводите, часовая стрижка за день, он обслужит 13 человек при полной записи. Вот я это и хотела сказать. У меня просто... У меня пока не получилось. Вы количество людей и цена, когда у нас было 600 рублей, я просто не понял. Вот сейчас, допустим, 700, человек тысячи рублей оставляет и закончилась история. Смотрите, я еще раз очень хочу сказать. Да, надо будет говорить. Вы говорите о том, что у нас за день 7 человек, у вас за день там 14 человек, или 10 у нас и 20 у вас. То есть он, получается, в два раза больше работает, в два раза больше стоит на ногах, в два раза больше фигачит, и получается столько же у нас... Столько же? Вот сейчас посчитали чай. Чай, это реально почему-то... Ну, и тысячу оставляют сверху, и тысячу бывает. И 500 рублей у нас сверху оставляют. Да, бывает. Да, у нас... Конечно. Почти реально каждый человек оставляет чай. И во-вторых... Я же не залезу... Только средние чеки у нас по 5-6 тысяч. Хорошо. Да я же не залезу в голову мастеру, и спрашиваю, почему он идет работать к нам, а не к вам. Это... Я не знаю, я даже спрашиваю. Нет, просто сказали, да, лучшие мастера. Вот мы и начали эту тему обсуждать. Если я чтобы это немножко не так сказал, не про лучших мастеров. Естественно, хороший мастер... Он сказал, что конкурентное преимущество это лучшие мастера. Да, да, да. Но продолжим его фразу. К какому контексту он сказал? Чем вы отличаетесь от конкурента? Нет, фразе человека определенного, который про нас... Мы его можем запипеть. Значит, все. Да, это будет наш азбука Морзе. Я имен называть не буду. Тот, кого нельзя называть. Называть, может, и можно, но смысла нет никакого в целом. Он сказал в контексте фразы данного персонажа про нас. В этом контексте он это сказал. Потому что человек якобы хочет добрать всех наших мастеров, потому что у нас хорошие мастера. Ну, естественно, никто не отрицает. Также в УК не скажут, что в других борьбшопах плохие мастера. Везде есть, я скажу, и хорошие, и плохие. Естественно. Везде есть разные абсолютно мастера. И говорить, почему там люди идут к нам, а не к вам, допустим, но это тяжело выбирать. Может быть, у нас реально отношение другое. Для понимания, насколько стабильно у вас все работают и как долго работают. С открытия все работают. И не меняются, правильно? Практически. Вот у нас такая же история. То есть мы с кем за руку в открытие зашли, у нас... Это очень важный тоже момент. Для каждого барбершопа, именно вот если мы берем про работу, барбершоп, чтобы как долго он работал, важно, чтобы она себя работала. И есть этот показатель. Когда идет вот эта текучка, естественно, точка будет намного дольше развиваться. У нее будут все эти перепады и так далее. И у нас практически везде... Тут вы еще раз. Я не такой сувереный, но вот... Но там уже пробил дыру. Что касается этого, да. Что касается денег и бизнеса, я тоже всегда стучу. Так что тут лучше перестраховаться. И у нас, ну, мы всегда работаем, почти всегда все с открытия. Там из-за определенных ситуаций, которые происходят и сейчас у нас в стране, всякие бывают. От них никуда не дется. Скажи, пожалуйста, а как у вас происходит сети контроль качества мастеров? Глука. У нас есть определенный сотрудник, чем я раньше занимался. Он занимается поиском мастеров. После этого, ну, после небольшого анкетирования, мастер присылает свои фотоработки, которые проверяются сразу несколькими людьми. Сотрудникам дальше они отправляются старшим мастером, который оценивает его. После этого мастер выходит на пробный день, который полностью оплачивается, как и всем остальным мастерам. И после этого, после всех работ, которые он прислал, сфотографировал, происходит оценка. И его дальше он поставляется на работу. И еще две недели у него испытательный срок, где мы смотрим, да, тренируем качество его работы. А потом в процессе? То есть, получается, на 200 точек каждый барбер, которого вы нанимаете, проходит одобрение, да? Да. Ага. Каждый мастер одобрение получает. И помимо этого, все новые мастера сейчас обязаны обучиться в нашей школе барберов на получение квалификации. Угу. Угу. А расскажите про школу барберов. Тоже не мои, что ли? Сейчас люди скажут, что я вот вообще не работаю, вообще никогда не знаю. Все, мы про тебя уже поняли. Типичный, типичный. Ребят, присаживайтесь, пожалуйста. Типичный армянин, сижу, деньги я получаю, и нормально. Все броню на самом деле. Расскажи, пожалуйста, про академию. Так, ну у нас есть своя школа барберов. Она сейчас прошла небольшую реорганизацию. Раньше у нас был мастер, который работал у нас в сети. Он у нас был старший мастер. Он проводил курсы как с нуля, так и повышение квалификации. А в основном мы обучили, ну, проводили только повышение квалификации. для мастеров сети. Вот. Потом мы поменяли мастера, тоже взяли мастера, который у нас ранее уже работал. Он сейчас работает в другой сети, но у нас является как раз это обучающим мастером. Тоже проходит, просто проводит, точнее, просто повышение квалификации для того, чтобы, ну, улучшить качество работ наших мастеров внутри сети. Мастеров с других сетей мы сейчас практически не берем. И вот буквально, наверное, две недели назад у нас была встреча с Фэнчези. И, возможно, в будущем мы сделаем школу вообще бесплатную для того, чтобы привлекать новые кадры, для того, чтобы у нас не было проблем с мастерами. И поток новых мастеров был бесперебойный для нашей сети. Я добавлю. Да, и также для того, чтобы привлекать мастеров в регионы, у нас есть мысль открыть обучающую школу, но тоже в регионах. Правильно я понимаю, сейчас, Сарам, на секунду. На данный момент это не отдельное помещение, как школа. Это у вас просто есть штат мастеров, которые повышают квалификацию на местах где-то. Нет, школы есть. У вас прям отдельное помещение? На Баунской. А-а-а. А как называется? Чего? Не на чём? Прям так и называется. Это в нашем. У нас есть барбершоп, там он двухэтажный получается. На одном этаже у нас барбершоп, на втором этаже у нас школа. Ага, вот так. Всё, я поняла, поняла. Так много где-то есть. По поводу того, что Лукаш сейчас сказал, это вообще глобальная, на самом деле, задумка. И пока что там много очень нюансов, мы пытаемся продумать, но это делается, хотя не только для нас. Мы хотим это сделать. Так как мы знаем, какие законы вводятся сейчас, допустим, и какие будут ограничения для мигрантов в регионах, не в регионах, так далее. Это будет огромная проблема не только для нас лично. Это будет для многих проблема. И мы не знаем, какие ужесточения будут в будущем. А они могут быть более жёсткие. Потому что, кто знает, да? Естественно, хотелось бы как этот вопрос продумать заранее. И поэтому мы хотим сделать, чтобы молодые ребят с регионов, которые, там зарплата у них в регионах не такая большая, но вырваться хочется, хочется зарабатывать больше. Естественно, это будет всё бесплатное обучение для них. Они будут обучаться, там какие-то стадии будут. Пока мы это продумываем, но это вот такая глобальная у нас идея, чтобы привлекать ребят с регионов работать и зарабатывать. Вот Лукас сказал, что планируется это делать бесплатно. Сейчас это платно. А сейчас пока есть это платно. Сейчас мастера обучаются платно. Вы говорите, что это обязательно. То есть он пришёл в сеть, он поработал, и вы сами определяете момент, когда ему пора учиться? Сразу, если не ошибаюсь. Или сразу они идут учиться? Все мастера заранее предупреждаются о том, что такая функция есть и то, что они обязаны её пройти. То есть для них это не как снег на голову, то есть что они пришли, их потом отправляют на платное обучение. То есть каждый мастер заранее об этом знает. И 99% на это согласны. И сколько стоит обучение? Для 25 тысяч рублей. 25 тысяч рублей? Это не так много. Это повышение квалификации? Да, повышение. Это даже не только повышение, там подстандарты побольше, скорее всего. Чтобы он примерно понимал, как у нас нужно работать. Мы объясняем, да, повышение есть, там какие-то нюансы и так далее. Но в основном это чтобы он просто знал, как вот здесь у нас работать. Правильно говорили? Все верно, да. В основном это скорее даже не прям школа, не прям повышение квалификации. Такие мастер-классы два дня с моделями, где ему, ну, оттачивают его мастерство. Для того, чтобы в первую очередь мастер вкладывался в наш тайминг и мог сделать даже чуть больше, чем нужно. Ну, а скажите, пожалуйста, вот обучился он на повышение квалификации, вы его научили работать в тайминге, работать по вашим регламентам. Дальше как за этой работой идет наблюдение у вас? Вы из управляющей компании как-то следите, чтобы мастера? У тебя получается интервью не со мной, а с Лукой побудешь. Коллективная работа, да. А так оно и есть, потому что один из тех, человек не может отвечать за все. Да, этот же старший мастер. У нас бывает такое, что группы не набираются, потому что, ну, в силу каких-то обстоятельств. И старший мастер проезжает по некоторым точкам, на которые, например, были замечания, были жалобы, если такие были. Он проезжает и смотрит. Либо где-то было там, что такое, к сожалению, бывает. У нас мастера некоторые уезжают на родину, или вот как было с нашими старыми мастерами, кто-то открыл свое, и, ну, там, прекращает работу. Соответственно, на его место берется новый мастер, и наш старший мастер проезжает, и в течение дня находится на этих точках, смотрит за их работой, делает замечания, отписывается нам в управляющую компанию, и мы уже, ну, тех мастеров, по которым были либо плохие отзывы, либо замечания, либо какие-то недовольства даже от администраторов, мы их отправляем на повышение квалификации. Угу. То есть контроль у нас проводится. Ну, и тайные клиенты тоже часто. Частая история, да. Это обязательная история. Да, мы тоже. Мы самостоятельно сами себе, постоянно, регулярно, на определенных мастеров-администраторов приглашаем на этот тайный покупатель. У нас там анкета из 150 тысяч пунктов. Правда, бывает, на самом деле, они тоже не объективные. Бывает. Какие-то персонажи бывают. Там даже не надо, я не удивляюсь, что мы не говорят. А вы с кем-то сотрудничаете по тайникам, или вы сами ищите? Сами. Ну, вот мы тоже. Мы долго сотрудничали с компанией, потом поняли, что... Ну, или смысла нет даже в этом. Да. Честно, тайный покупатель – это постоянные клиенты. Ну, блин, все равно есть очень много моментов, которые нужно отработать на человеке, который записывается первый раз. Мы, например, в обязательном порядке, в скрипте администратор должен узнать, не узнать, а рассказать, как нас найти. То есть он видит, что клиент новый, все, ну, мы рассказываем, где мы находимся. При звонке первым? А? При первом звонке? Если клиент нам звонит, мы видим, что он новый, что он у нас первый раз сразу. И если запись совершается, то есть он делает, у него закрывающая фраза у нее, «Давайте я вам расскажу, как нас найти». Да. И она в зависимости от локации. Если это торговый центр, ориентиры какие-то, если это там вход со двора, вход с улицы, даже можем как из метро пройти, рассказать. Все это очень важно. Это элемент сервиса, кстати, на Дуна, то, о чем мы говорили. Да. А вот затронули тему насчет иностранных сотрудников. У нас их очень много. Я думаю, не секрет, что в целом их много везде. Это не говорим про нашу нишу. Много везде, я сейчас не скажу, в отрицательном плане, чтобы сейчас тоже люди не подумали. Нет, нет, абсолютно. Просто такая потребность есть. Если тут не важно, какой национальный человек, если человек умеет хорошо работать, приходит, мы не смотрим на национальный. Будь то русский, будь то там киргиз, узбек, я не знаю, армянин. Ну, вообще, ни для кого не важно. Если он работает качественно, хорошо, всех устраивает, все документы у него хорошо, будь добр. Была информация, я вот честно не обратила внимания сейчас, есть ли у вас какие-то лояльности на первое посещение, скидки, еще что-то такое. Раньше у нас было как раз... 50%? Нет, 50% не было никогда, 20% было у нас. Было где-то 50%. А, 50% это у нас бывает или стажер, или когда мы открывались. Вот, на открытии. 50% мы делаем, и причем мы все отдаем мастеру всегда, если не ошибаюсь. Это бывает в дни открытия, там пару дней. А, то есть это не там на полгода, да, история? Нет, 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 можно всю историю закрывать, и все. Это пару дней делаются в дни открытия. При первом посещении уже в дальнейшем, 20% скидка у нас раньше это было. Сейчас мы поменяли. Даже у нас карточки в Яндексе, есть там плашка. Акция. Да, акция, там welcome, welcome услуга определенная. Там на выборы есть, если не ошибаюсь, там Лукас сейчас тоже подскажет. Или патча, или воск, вот в этом плане. Чтобы, потому что многие, когда мужчины приходят, не все, мы же боимся что-то новое пробовать, тем более такие вещи какие-то непонятные для нас, да? Ну, для других, для меня понятные. Для многих непонятные, согласна. Да, патч, воскакой, чуть-чуть такой, куда? И тут, если человеку дать попробовать, возможно, это ему понравится, и он будет этим пользоваться, нежели дать ему 20% скидку, и что дальше? Получил скидку, но он что-то новое попробовал, средний чек не увеличил. Услугу эту тоже не популяризировал, ну, какая разница? Услуга воск стоит даже дороже по выведению клиентов. А мастер получает, вот если у вас есть 20% на пера посещения, он получает с учетом скидки, процент 50 на 50? Кроме дейских, то есть когда дать мне скидок, 50% при открытии мастер, ну все, дай мастер. Это я поняла, то есть он вообще никак не страдает здесь? Да, но когда скидка вот такая, естественно, это делится на нас с ним, потому что это и для него плюс тоже, к нему приходит клиент, если клиент приходит первый раз, это нужно учитывать. Если клиенту все понравилось, мастер вам служил хорошо, этот клиент останется у этого мастера. И естественно, он должен понимать, что эта скидка, это мотивация клиента тоже определенная, который, ну, он должен разделить ее с нами, иначе мы же не можем все брать на себя, это нереальная история. Учитывая, что практически все расходники, это все тоже наша история, мы не берем с них денег, там, за исключением. А уже без исключения? А какие были исключения? Мы поднимем в офисе. Нет, у нас было раньше. Раньше было, да. Для контринга мастер купал и толпа закупочных денег. Для подбревания? Да, да, все остальное, это вот наша история. Мы, насколько, я не знаю, но, насколько я знаю, мы вообще общались, мы единственная сеть, кто дает полностью все расходники, включает бесплатную шару. Почему единственная? Бесплатно. Бесплатно вообще. Это вы поддаете? В смысле даем, для пользования? Конечно. Мастеру. В работу. В работу, бесплатно. Конечно. Не все нам дают. Да вы что, как мы всегда. Да, в шоке очень многие продают. Вычитают с них, реально, серьезно. Серьезно. В работу, то есть, когда, вот, именно, не домой забрать бесплатно. Нет, нет. В работу. У нас все шампуни стоят, все, все семь видов шампуня, ну, стоят на мойке. А во многих сетях, вы, если будете в дальнейшем врачу по воду, то есть, многие дают только с какой-либо скидкой. Да, да. То есть, подождите, то есть, мастер, чтобы уложить клиента, должен купить что-то с витрины? Да. Я в шоке. Все будут, да. Ну, где такое? Я не могу просто уже называть, чтобы... Обалдеть, серьезно? Да, но вот, да, мы как раз на огромном обучении, вот, нам все коллеги предъявили и сказали, что вы даете бесплатно. Это были мужские заведения. Что там, дорогие заведения. Да, и мужские. Ребята, я больше скажу. У нас есть, ну, как бы, если, например, есть барбершоп, где две разные комнаты, там два кресла и там три кресла. У них на каждую комнату свои банки. У нас у каждого мастерства банки. Нет, у нас на три кресла. Ну, то есть там банка всего, то есть там, условно, в работе, там на витрине у нас, допустим, 15 позиций, и 15 позиций есть в работе. Но они на несколько мастеров. Нет, у вас, ну, каждому мы даем все новую банку. Ну, вот здесь, да, видите, по 10. Не, ну, чтобы мастер покупал, мы каждому не даем. Мы даем на несколько человек. И у нас есть специальные места, где это все стоит. Вот, но чтобы мы им продали, хорошо. Нет, такое бывало. Такое, точнее, вот, даже даже еще можно говорить. Зачем ей врать? Теперь понятно, почему у вас свою косметику, как бы, бренд. Это первые, кто у вас покупает. А, нет. Барберы, барберы, да. Они бесплатно получают, да. Все получают бесплатно. Большая бизнес-модель, кстати, да? А, бывает недовольные мастера, которые вот не хотят делить эту скидку. Ну, типа, там, 250 рублей или 270 я заработаю. Ежедневно, да, но они еженедельно, они, естественно, бывают. Не то, что по поводу скидки, там, могут разговоры быть по поводу 50 рублей. Ну, для этого есть управляющие, которые должны решать этот вопрос. Вот и все, куда. Уже немая компетенция, там, в таких вещах разбираться. А так, конечно, ну, это, мне кажется, у всех вообще бывает. Ну, и не только в нашей сфере берем, да, это же вопрос денег. И, естественно, он чувствительный, и каждый хочет получить больше. Он не хочет, типа, терять свою карман, он подумал, какая скидка, с чего вдруг у человека, мол, пришло бы и так сюда. Но это не такая сфера, так не работает. Во-первых, нужно понимать прекрасно, что владелец заведения, он берет все основные риски на себя, правильно? А ты можешь сегодня вещь собрать и уйти в другое заведение работать. Это уже надо учиться. Чистеньким. Конечно. А мы тут все, там, люди в кредитах, в долгах и так далее, открылись. И еще вот на все уступки надо идти и там, и здесь. Ну, это просто невозможно. Это уже не win-win, да, согласна. Да, тут как бы или мы вместе, или мы не вместе, все. Ты говоришь про деньги, про заработок мастеров. А как по продажам? С продажами у вас дела обстоят? Тяжелейшая ситуация. Тяжелейшая? Конечно, тяжелейшая. Вы продаете только свой бренд? Только свой. Мы вот давно ушли от всего, только свое делаем. А тяжелейшая почему? Тяжелейшая в целом в продажах не знаю, ну, не могу сказать, почему. Естественно, где-то продаются хорошо, где-то не очень. Мастера не особо охотно продают. А какие условия? Очень быстро все уходит, потому что они стригут быстро. Вот, я к чему хочу подойти. И тут не кажется ли тебе, что здесь две нюанса скорость стрижки и цена? То есть мастер ему тысячу дал, вот ты говоришь, да, там с чаем, со всеми делами. И он не готов тратить больше на что-то домашнее. Мы клиент. Да. Я как с точки зрения клиента сейчас говорю. Возможно, конечно, возможно. Над этим я не думал, если честно, можно и подумать. Но... Хороший вопрос. Сколько стоит средняя банка укладки, не знаешь? 600 рублей. 600? А, то есть ты держишь политику? У нас сняли на банке дороже. Даже не держишь, вот скажем так, доступно. Дороже 1000 рублей. Не такого, что у нас трички стоит 700 рублей. А тут пошел человек, кладешь средство, за 3000 стоит. Ну, тут резонанс немножечко. Это будет абсолютно нелогично, конечно. Резонанс. И поэтому мы и заводы, где это все делается, мы ищем, чтобы это все было в нашей ценовой категории. Все должно быть выдержано. Иначе какой смысл? Ну, а по уходовым процедурам? Есть прайс, вот есть патчи, воскоки, а еще какие-то уходы за лицом? Нет. Ничего такого, да? Ну, черная маска еще есть. Ну, черная маска, она уже давно, но как бы не... Делают часто. Делают, да? Ну, очень часто делают. Полчаса 600-700 рублей, да? 500 рублей. То есть, черная маска, дел с вами есть. Да, тебе нанесли и во время сречки сречу. Это очень важно для нас лично выдерживать красота меньше, да? Да, да, да. Когда это делается в параллель, условно, как патчи, наложил и ты стрижешь, или черную маску также ее нанес и стрижешь, все делается в параллель, это выдерживается. Но когда уже немножко растягивается, это уже намного тяжелее. И поэтому мы не можем добавлять то, что будет растягивать тайминг. Это все убьет всю концепцию нашего заведения. А вы делаете клиентам скидку, если мастер задержал гостя и кто-то сидит ждет? Мы делаем... Это вот сейчас я скажу, да? И люди будут заниматься этим. Мы делаем всегда скидки. И мы идем всегда лояльно к нашему клиенту, если задержал, если по мнению клиента, да, я акцентирую, по мнению клиента, чтобы посерили его не так качественно, как он думает. И не то, что я хотел, да? Хотя, может быть, там идеальная стрижка будет, да, но он скажет, да нет, тут говно полное. И будет писать на почту Дарье, и она будет давать бесплатные стрижки, да? Но это, кстати, естественно, идем навстречу, но тоже там должно быть все индивидуально. Просто так вот сидеть направо-налево, всем все раздавать, но это тоже, опять же, куда? С мастерами делите всю эту историю? Вот послиг, говоришь, говно, вы вернули деньги клиенту. Если он реально послиг, говно, если я даже не ошибаюсь, он уже засучивается это сделать, нет, Даша? Мы делаем так, опять же, у нас так только качество. Если, ну, я сама чуть не разбираюсь, что стрижка, если я действительно вижу, что стрижка хорошая, то клиент просто давняется. Но таких, к сожалению, большая часть, чем реально плохая стрижка. Мы с мастером ничего не берем, пожалуйста, клиент либо скидка, смотря как, если он начинает с первой рта стоять, это бесплатный уступок. Если еще окей, у него все, это скидка. Но если я вижу действительно, что плохая стрижка, с мастером делится, ну, как бы, это плохо. Он, в этом случае, он просто не получает ничего на эту стрижку, в этом случае, все. Ну, как у нас, понимаете? Все должно быть объективно. Или если у него перестрижка, если за ним кто-то перестригает. То этот процент, обычно, если такие случаи происходят, то этот процент получает какой-то другой мастер. Потому что если клиент в итоге уходит в нас довольный, он этому мастеру платит, говорит, ребят, нет, мне все понравилось, в итоге я вам заплачу. То есть у нас так происходит. Окей, тут тоже все, в принципе, очень похоже. Все одинаково, да. Окей, и у меня есть еще один вопрос, Дмитрий Борисович, насчет локации, да? Я года два назад брала интервью у Фиделя. Знакомы вы с такой сеткой? Да, да. Да? Это сейчас они хорошо знакомы. А, у Геворга. Гева, Гева, замечательный. Представляете, привет, Геля. А мы уже взяли все. На тот момент, да, он про нас... Но это было два года назад. Да. И он очень ругался на вас. Да. Два года назад, потому что вы открылись где-то... В Рио-то, скорее всего, он имеет в виду... Нет, один из моментов там был для меня лично вообще непонятный, да? Там есть даже какая-то общая группа, но я там не читаю ничего. Один раз просто мне даже было интересно, что про нас пишут. Я просто в поиске вел черные кости. Можете послушать, я вам скажу. Да? Да нет, ладно, не буду говорить. Там были какие-то претензии, на мой взгляд, они необоснованные довольно-таки. Допустим, это было давно, очень давно, про железнодорожные. Давно, было давно, район он не называл. Я скажу, я даже знаю все, это прекрасно. Про город, допустим, был железнодорожный. Сперва открывались там. Ну, там расстояние огромнейшее, если честно. Там какой-то уже начинался момент. Про шрифт говорил, что мы забрали шрифт, но, естественно, мы ничего не забирали ни у кого. А второй момент был, как раз, в Реутово. Это Реутово, южная сторона, в новых домах. Там через четыре двери, скорее всего, это происходило дело. Ну, что-то такое, да. Но они до сих пор работают. Дверь в дверь, он говорил. Нет, двери в дверь нет. Или очень рядом, не буду брать. Дверь в двери нет. Но это было через четыре двери, получается. Ну, как, там, причем так-то не пройти, там, походу, если не ошибаюсь. Если я не ошибаюсь, могу ошибаться. Вот, вот так вот просто не пройти. Надо спуститься, подняться. Но прошло уже три года, если мне память не изменяет. Они работают, наши ребята работают. У каждого, в этом, ну, там, в своей, сливаясь аудитория. И у его мастеров уже наработанные клиенты. Я не знаю, вот ребята ездили на Шри-Ланку, там, со всеми вместе. Там, как раз, были ребята с Фиделя. Кто-то еще был. Это был какой-то корпорат? Нет, это она косметическая компания, она нас назвала. Мы можем назвать. Кондер, да. Слушайте, какие они крутые, Кондер. Обалдеть. Потому что за счет Коллинз, да? Олин. Олин, 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 женский бренд. Коллинз. Огромная корпорация. Кондер сам по себе таких денег, конечно, не приносит. А вот за счет... Я знаю, да, но если их разделить, то Олин, женский бренд, это вообще... Оно тащит и Кондер, и все, они крутые. Естественно, вот они позвали, мы отправили ребят, они поехали, там они познакомились. И если не ошибаюсь, все хорошо, правильно, Дарья? Все свой. Поэтому никаких проблем в этом нету. По поводу локации, ну, то, что кто-то где-то открывается рядом, ну, это тоже немножко странненько. Знаете почему? Рядом со мной тоже открываются барби-шопы, даже есть некоторые дешевле, чем мы. Я никому не звоню и не говорю, типа, что это такое. Во-первых, я права не имею на это, да? Человек открывается, но это же его право. Хочешь открывать... Мы все работаем, во-первых, в свободной стране, в первую очередь, что немаловажно, да? Кто что не говорил. Говорят, зря они все это. И это все конкуренция, в первую очередь. Если есть конкуренция, мы все растем, я не знаю, может быть, конечно, я со своей колокольни говорю, и вот так вот. Но, боже, с его стороны это выглядит не очень хорошо. Я это могу допускать, и тут прям вот правды одной, мне кажется, тоже не найти. Но, тем не менее, а как вот ты выбрал локацию через четыре... Я не выбирал это. Через четыре... Это не я выбирал, это не мое. Вы же одобряете это? Да, я одобрял, но я не видел в этом проблемы. Один случай на 200 чем-то филиалов. А какое у вас расстояние между черными костями? Примерно. Ну, там есть... Должно быть. Везде по-разному. И для понимания мы не продаем разным людям в одном районе. Это не наша история. То есть, если в одном районе две черные кости, это один хозяин? Да, для нас очень важно, чтобы каждый человек развивал свою область, условно, так скажем. И поэтому у нас... Точное количество филиалов, ребята говорят, больше 200, там реально больше 200, 200 чем-то открыто, 217. Практически нет ни одного человека, кто владеет одним барбершопом, двумя. Такого нету. У нас от... Я не знаю, вот реально минимально, может быть, от трех-четырех это минимум идет. То есть, 217 филиалов, 80 владельцев. Плюс-минус, да. Какая-нибудь такая история. 67 есть такое. 67, вот. 67 владельцев на 217 филиалов. Нам очень важно, чтобы каждый, реально, чтобы каждый зарабатывал деньги. Это очень важная история. Если все зарабатывают, какой смысл? Куда-то уходить, кому-то что-то делать плохое, кого-то обмануть. Нет никакого смысла. Все все зарабатывают, все должно быть хорошо. Поэтому сажать, допустим, район Риотов, возьмем, сажать там, ну, очень многие звонят, там, да, хотят купить. Сажать туда какого-то другого человека и создавать конфликтную ситуацию между двумя франчези в нашей сети, которую мы создали, хотим, чтобы она работала очень долго, нет никакого резона. Резон получить, повышать разнос моментально и все, а потом разогревать проблемы. Ну, какой-то смысла нет. Это сам себе ты вот так вот немножечко режешь горло. Все-таки давай я так вот вопрос поставлю Лебровым. Мы тоже много общаемся с другими сетями в нашей сети. И есть слух про черную кость, что она, нет, давай так, есть разговоры в сетях, в том числе, мы все состоим и в этом чате. И, значит, общаясь с владельцами барбершопов, что черная кость часто садится рядом с раскрученными точками. Прямо в соседние дома, на трафик. Смотри, так как ты говоришь о том, что целевая аудитория очень пересекается, как ты считаешь, это норм или это конкуренция? Мне нужны, вот сейчас мы говорим, если мы конкретно, нужны конкретные примеры. Сидит, говорит, что мы черная кость. Сколько филиалов, где мы, вот ребята-то, кто говорит, сколько у них количество филиалов, какое количество у нас филиалов. Мы же не можем открываться с каждым филиалом. Сейчас откроем мы карту и посмотрим, где рядом есть. Ну, давайте просто посмотрим именно по фактам. А то, что там кто-то что-то может говорить, но это, может быть, это личное его суждение. Но есть определенные факты. Вот в этом случае, я подтверждаю, там был разговор, и это был такой момент, скользкий, согласен. Там было с Фиделем. Также я перед этим вашего вопроса сказал про бритву. Когда у нас было, мы в этом районе, Ясенево, искали помещение 2-3 года, реально, 2-3 года. Нереально нашли хорошее помещение. И мы отказались от него, потому что рядом с ним делали бритву. Да, тебя не было еще, по-моему. Мы не захотели этого делать. Там было, ну, нам не по себе было от этого. Вот. Это я вот даже говорил, я не знаю, записывался или нет. Вот. Все, что другие говорят, мы давайте конкретно. Просто конкретный вопрос. Про конкретную точку. Кто, когда, где открылся. Тогда мы вот будем говорить. А то сейчас говорят, что мы где-то открываемся, украдем чей-то трафик. Поверьте мне, мы приносим трафик. Количество людей, если мы посчитаем так же, опять же, это наши люди по бою счастья. Это готовый рилс, я считаю. А не то, что люди, которые, там вот, сколько человек приходит в обычный варбершок. И сколько приходит к нам. И как мы можем украсть трафик? Ну, это нереальная история. Это мы принесем трафик в эту локацию по бою счастья. И когда, допустим, мы сейчас посадимся куда-нибудь, в какие-нибудь торговые центры, и когда общаются с менеджерами по арене, они знают, кто мы. И они тоже понимают, что тут будет трафик. Поэтому ответ на это, мне кажется, вот. Если будут какие-то конкретные моменты, претензии. Я всегда готов. Пишите в комментариях. С конкретными локациями, да. Я сам лично на это отвечу. Никаких проблем. Мне лично, допустим, вы говорите, что мы есть в общем чате, да. Лично мне ни от кого претензий не возникало, кроме вот этого единичного случая. Это больше был. Я же его признаю. Я не говорю, что не было такого. Да, это был. Я не помню, почему так произошло. Почему мы приняли решение там открываться. Я такого не могу до сих пор вспомнить. Скажи, пожалуйста. Потому что, честно говоря, мы не смотрим на то, где сидит. Да все. Для нас это не первостепенно. Мы смотрим просто интересную локацию для себя. Как пример, у нас в Путинково, в том же доме, где мы открылись, мы были пятыми. В одном доме. В доме? Да. Сейчас уже нас восемь. Барбершопов в одном доме. В одном доме. Сейчас все равно из района Путинково. Ребята, вот скажите, сколько у вас там? Так же 1700 клиентов? 247 швачки. Да, в одном доме. Да, это наш швачок. Поэтому говорить, что мы у кого-то кройдем, что-то... Это очень... Короче, Дим, нам нужно открываться там, где черная кость. Все, я поняла. Я объясню еще раз. Когда мы начинали свое дело, и мы никогда не смотрели на работу конкурентов. Никогда. Мы всегда шли и работали просто по нашему видению, которое у нас и существует. Там наши команды, да, скажем, не только это мое видение, не только моих партнеров. И вот и ребят, кто сидит, потому что это можно сказать, что они тоже, можно сказать, партнеры, по сути. Потому что Лука работает с самого первого заведения, которое есть. Это уже восемь с половиной лет. Даша работает уже, не знаю, четыре или пять лет тоже у нас. Стоимость он пошел. Ну, вот такая ситуация. Шестой год. Ребята все работают очень долго. Мы никогда не смотрим на конкурентов, и мы не обсуждаем конкурентов для понимания. Никто не увидит, не скажет, что я где-то кого-то обсуждаю, где-то кого-то обсираю и так далее. Просто делаем свое дело. Супер, очень классный вопрос у меня, знаешь, созрев. Мы вот, мы все-таки обсуждаем конкурентов, да, но это скорее не конкурентов, а партнеров. И мы там смотрим сети, которые находятся в нашем основном диапазоне, нашу целевую аудиторию, и смотрим, то, как развивается. Ну, это в любом случае нужно анализировать рынок. Да. В твоей сети, да, в черной кости, кто работает в этом же ценовом сегменте, на кого вы смотрите и можете сказать, вот эти ребята нормальные, хорошо идут, мы там на них посматриваем. Не могу сказать честно. В нашем ценовом сегменте мы никого не смотрим. Нет никого, Дим. Да, никого. Никого нет. Я и говорил. Честно, мы смотрим на Бритву, нам очень нравится, как они себя являют. Мы взarya, да, я начинал сказал, нам нравится, как они работают. Мне нравится, как работать Бритва. А вы с ними знакомы лично? У меня ни разу не знакомы. Давай, давай, про скрывай. Что нравится, как работать Бритву? Что нравится Бритву? Тяжело ответить на этот вопрос, прям, что конкретно. Просто там как-то все целиком. Вот у меня, я вот схожу встречно не только к себе, для понимания. Я хожу вообще везде стричься. Правильно, правильно. И неважно, вот мне недавно тоже задали вопрос, типа, как ты можешь, говорит, ходить стричься, какие другие места, они к себе только. Я говорю, что значит, как это владелец ресторана, что должен кушать только в своем ресторане? Абсолютно я с тобой согласна. Что за странный вопрос? Я, естественно, стригуюсь почти везде, кроме определенной. Там ведь их, кого нельзя называть. Да, там я не стригуюсь, я ни разу не стригся. Так хожу везде, и меня... Там отношение какое-то мне понравилось очень. И атмосфера мне понравилась. Причем в Ревотово я ходил. Там первая точка открылась, когда в Ревотово, а я там жил. И я туда ходил. И как-то они развиваются, прикольно все это дело. У них клево сервис. Мне понравилось и дизайн их. Он мне близко. Не знаю, потому что я почему-то... То, что они потом соду открыли, тоже прикольная история. Как они работают, мне нравится. Лично я не знаком с ними. Не могу ничего сказать. Лично, просто как сеть, как они развивают. Они же там реально тоже очень быстро развились. Если не ошибаюсь, там... Они стрельнули бы. Прям вот первая точка была в Ревотово. Причем в Ревотово у них было... Там такое место... Район очень хороший у них был. Около парка причем. Там дом хороший. Там два кресла, если не ошибаюсь, было изначально. И потом все вот так, по-нарастающему. Примерно как наша история. Может быть, поэтому нам и близко было. Слушай, еще классный вопрос мне вот созрел. Ты сказал про соду. Понятно, что многие сети смотрят на соду. У бетона там бетонгуман. У того, кого не называть, он какие-то другие лезет в проекты. Ты для себя рассматривал... Мы с Лукой хотим давно что-то в женское залезть. Но это очень тяжелая история. Это, мне кажется, прям безумно тяжелая история. Маникюр у тебя был, да? Был мужской маникюр. Но там из определенных ситуаций... Не так, как мы хотели, честно говоря. Получилось совершенно. Может быть, мы, конечно, к этому вернемся. Но мы там попали... Ну, можно говорить... Конечно, сейчас оправдывается. Говоришь, попали не в тот момент, не в то время и так далее. Ну, просто не пошло, скажем так, и все. Да, мы тоже пытались поставить маникюр. У нас тоже не пошло. Может быть, это не мужская история у нас пока что в России. Да, может быть, чисто маникюрные... Именно мужские маникюрные салоны, они еще... На них смотрят еще не так. Да, все-таки у нас контингент людей немножко... Ну, он относится к этому немножко по-другому, скажем так. Даже к моей красной кофточке могут относиться немножко... Не очень, хотя, все, ребята... Корочка классная, я знаю. Давай вернемся к вопросу моему и попробуем его немножко расширить. Вот, глядя на те, кто открывает женскую салон красоты, они открывают это на своей же ценовой категории. Если вы посмотрите на женскую... Если бы ты открывал женскую, ты бы открывал в своем же ценовом сегменте, доступно быстро, качественно, или ты попробовал бы все-таки в женскую заскочить чуть выше уровня? Хороший вопрос. Мне кажется, женская, быстрая, качественная очень тяжело будет сделать, если честно. Нереально, я бы сказала. Должно быть... Это должно быть... Ну, это стоит денег, если честно. Прямо 9 на пятерку, супер. Да, это стоит... Там можно больше еще... Наоборот, кстати, у женщины, вот я как пользователь услуг в 6 рук, чем я быстрее делаю свои все процедуры, тем я больше плачу. У нас как-то наоборот. Там космос, господи, ну что, что вы плачете? У меня нет времени сидеть полдня. Я хожу там, как раз, допустим, на маникюр я хожу в какие-то салоны, я вижу, сколько там девушки платят, ну, может, смотри, честно. И причем, чем у вас... Сколько я должен зарабатывать, чтобы до них платить? У вас, получается, доступно быстро, а у нас, получается, быстро дорого. Вот такая вот полная... И причем, у меня вот себя могут там закидать, феминистки с вами проблем больше бывают. Что бывает? Проблем больше бывают в процедуре. Женские? Конечно. Конечно. Ну, там... Вот так вот скидка не отделывается, как от мужика. Клиенты женщины, это очень противный контингент людей. Абсолютно согласен. Я говорю, у нас сейчас феминистки точно закидаются. Нормально. Нормально. У меня, на самом деле, вопросы кончились. Мои. И есть несколько буквально вопросов из чата. Да, буквально парочек. Из чата, где мы все вместе стоим, да? Нет, нет, нет. Буквально... Парочка вопросов. Ну, был вопрос про математику. Как вы зарабатываете. Я тоже, как начала с того, что мы начали считать, да? Для всех был шок, когда мы подняли цену. Интересно. Да, конечно. Не то, чтобы шок, а... Блин, да, ну, пора, как бы. Скорее, вот такая. Нет, для меня даже... Я тебе так скажу, шок был такой. Чего так мало? Чего так мало? Да, да, да. Для меня тоже было так мало. Но даже мне звонили несколько раз владельцы сетей, барбель-шопов. Просили поднять тоже цену. Ну, это странный вопрос. Точнее, странная просьба поднять мне цену во всей сети. Значит, вы забрали трафик. Я знаю, естественно. Ну, это же... Точнее, ну, да, скорее всего, типа... Они ходили, там был такой момент, что, типа, некоторые говорили, мы собираемся поднять тоже, давайте вы тоже поднимите, чтобы как-то хотя бы было более-менее. Я говорю, ну, этот вопрос вот так вот не решается, да? У меня есть мои партнеры, и я с ними этот вопрос буду, естественно, решать. Ну, неожиданно, по просьбе. Ну, что такое? По просьбе конкурента, да? Ну, типа, поднимите цену. Поднимите цену. Значит, я еще опущу, условно, да? Ну, условно. Скажи, пожалуйста, почему многих мастеров нет отзывов? Для вашего ценового сегмента они не решают, они это отзывы? Вот и прислали скриншот. У нас нет нигде, вот на этом отзывы никогда. Это CRM-система ваша, правильно? Да, у нас на отзывы на филиале. А если я хочу выбрать мастера, как я должна выбрать мастера? Вопрос тоже хороший. Может быть, мы это подкорректируем. Да, то есть, как бы, просто ориентируясь на имя, но это сложно, и на фотку. Честно говоря, у нас, Александр Владимирович, была организация, и нашим управляющим была задача все это сделать. А, сделать отзывы, но просто не дошли руки. Раньше, когда мы начинали, только-только, я помню, у нас это было. Почему мы это отключили, я уже не помню, честно, это было, ну, реально 8 лет назад это было. Вот, ну, видите, как Лука говорит, сейчас просто он, большая частью этим делом занимается, дал задание управляющим. Ну, управляющим, видите. Короче, временная недоработка, я поняла. Будет исправлено, да. Почему у нас нет грейдов у мастеров? Грейды что такое? Градация имеется в виду? Да, топ. Честно, тоже вопрос давно обсуждался, но лично мне некомфортно было. Вот я приду, стричься, да, какой там, допустим, градация какая-то стандартная, там, не знаю. Барбер, топ-барбер, премиум-барбер или про-барбер. Вот я пришел, я постричусь у премиум-барбера. Сидит молодой человек, постричься у обычного. Но это, я не знаю, мне кажется, это не очень комфортная ситуация для мужчин. Для клиента или для барбера? Для клиента, для мужчин, клиент, не очень комфортная ситуация. Ну, как-то, типа, ты сидишь, смотришь на него, типа, он что, там, круче меня, почему он, там, типа, или не уютно себя чувствуешь, что, типа, у него больше денег, чем у меня, он идет у топового, а я, типа, я такой лох, и стрягусь у лоха, условно выберем. Это неправильное позиционирование грейда. Какой карьерный рост ты можешь дать своему барберу? Ну, это, а что после топ-барбера идет? У нас премиум идет. А дальше, дальше. Повышение от сын до бесконечности остается в плане премиума. А мы даем, получается, повышение в плане развития и открытия точки. То есть вы барбера приглашаете в партнера? Партнера нет, просто даем хорошую локацию. Нет, в партнеры я имею в виду украинчайзинг. Да, вот такая, но просто такая градация, вот для нас, я вот не, мы все давно это обсуждали, на самом деле, я ни от одного человека из нашей команды не ослышал, что это нормальная история. Но вот просто, как мужчина, я прихожу и стригусь у обычного барбера, там сидит, стрижется у супер премиума, и я считаю себя, типа, не очень. Типа, ну, по факту, оно так и есть. Типа, у меня... Почему? Так оно и есть, получается, что у меня не так много денег. Я стригусь у мастера похуже, чем тот стрижется, и, типа, и выходишь такой, ты не очень уверенный уже, хотя они подстригли тебя хорошо. Поэтому, ну, такая, честно, я очень... Может быть, это мое личное мнение. Похоже на комплексы немножко. Возможно, возможно. Но за компенсационных людей у нас очень огромное количество. И работать психологом тоже не наша работа, не наша задача. И сама история это не очень, ну, по мне. Я не знаю, вот Лука, как тебе? Я могу небольшой секретарь сказать. Да. Мой? Не надо. Мы очень любим секреты. Говори, говори. У нас есть плата, как принцип премиум сегмент, условно, там, назовем его Араб Михаилян, поистой, 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 поистой. Да, мы сможем переводить свои топовых мастеров, и это будет для них ростом. Это будет ростом, да. Это мы продаваемым на уровне, ну, на том же уровне, как бы с женским псаломом. Какая цена планируется в премиальном? Честно, пока еще ничего не считали, потому что нет одобрения всех партнеров. Я и что за, можно сказать. Сложный момент, который мы пока... А вам нужно одобрение партнеров? Партнеров имеется в виду меня, Максима и Араба. Все, я поняла, поняла, поняла. Тут нет единого мнения на этот счет. Пока единого мнения не будет, мы двигаться не будем в этом направлении. Но идея есть, там уже задумки у Игоря Луки есть. Он это тоже греет постоянно. Я, допустим, за, я сразу сказал. Потому что я знаю, насколько именно премиум... Я просто не могу понять, насколько Лука считает, что такое премиум по цене до конца. Потому что если мы берем почти все дорогие заведения, именно дорогие заведения, они почти все забиты, честно говоря. Ты имеешь дорогие заведения среди... Не только в барби-шопах, а в целом, как бы, этот сегмент премиум, он всегда хочет, там, какого-то хорошего, комфортного обслуживания, сервиса, чтобы все было идеально. И людей таких не так прям много, да? Точнее, заведений таких прям не так много. А людей приличное количество. Которые хочут премиум. Да. И если мы пойдем там на все эти... Посмотрим на все рестораны, которые дорогущие, они все сейчас забиты. И если мы сейчас... Сегодня у нас пятница, правильно? Мы сейчас наберем какую-нибудь... Мы сейчас не сядем. Мы не сядем нигде. Да-да-да-да. Средний чек может быть и по 5 тысяч быть и так далее. Поэтому запрос, он, естественно, есть. И людям это нужно. Но это нужно сделать прям качественно, хорошо, если честно. Потому что я бывал реально в очень дорогих заведениях. Это не барбершопы, это там, не знаю, дом красоты или салон красоты хрена узнает. Ну, прям вот дорогие. И там, ну, честно говоря, это... Плакать хочется, если честно. А, то есть мне понравилось? Да нет, конечно. Ну, это... Я не знаю, короче. Тяжело говорить без слез практически. Я там приходил, ребята смотрели на мою стрельку, просто охреневали. Ну, там просто жесть полнейшая. Блин, клевые амбиции. Мне очень нравится, мне очень нравится и премиум идея, и с академией, с бесплатным обучением идея. Молодцы, круто. Круто. Спасибо. Есть последний вопрос. Очень интересовал одного из подписчиков, одного из коллег по цеху. Почему была выбрана сериал-система Sunlight? Sunlight. Sunlight, простите. Это очень, очень частый вопрос. Очень частый. Мы начали с ними работать с самого начала. И конкретных преимуществ, допустим, у другой сериал-системы намного лучше, как будто бы. Их нет совершенно. Что там бывают проблемы, что здесь бывают проблемы. Правильно? И мы так привыкли работать с онлайном. Я знаю, владелец очень хорошо. Мы уже давно, получается, и дружим. И переходить куда-то смысла вообще никакого не вижу. У нас хорошие условия. Тоже не будем скрывать. Поэтому... Ну, комфортно. Все комфортно. Надо сказать, что... Почему мы должны переходить? Вопрос в этом. Почему мы должны переходить? Кому-то... Вопрос был не в переходе, а просто, возможно, был выбор. Это просто очень многие спрашивают, на самом деле. Потому что многие видят, что все работают на iKline. Да, да, да. Которую сейчас выкупаны недавно в ВКонтакте. Да, да. И спрашивают, почему вы не работаете там? Потому что на Sunlight именно из барбершопов не так много людей работают. Никто, по-моему. С кого я знаю, никто. Сейчас, может быть, никто. Я не знаю, честно. И мы такая большая, крупная сеть, работаем с ними. Ну, вот так вот случилось. С самого начала мы пошли с ними рука об руку. И до сих пор идем. И, честно говоря, в планах менять нет вообще. Ну, нет смысла. Я поняла, да. Скажу просто секрет. Даже одна сеть. Это раз, когда мы ездили на Шерманку. И когда мы тоже говорили про две эти CRM-системы. В итоге я потом звонил владелец с онлайна. Владелец с онлайна. И, Даша, спасибо тебе большое. К нам пришла просто одна сеть. Да ладно. Потому что, ну, мы пообщались по некоторым моментам, по работе. То есть кто-то с таки у нас онлайне, да, работает? Ну, это, кстати, я, честно, не помню название. Это этанол сегмент, но он больше по замкам. Вот они ушли. А сколько точек? 14 или... Было 12. Ну, небольшая сеть. Небольшая, но в плане того, что они... Ну, перешли, нет. Там, ну, во-первых, финансово более комфортно, мне кажется. Буквально сегодня один очень известный банкер по имени Александр Кабанов написал нам о том, что они тоже хотят перейти. А, то есть... На Франк? Нет. Ну, бойкат. Они же во Франте. Франк, да. Ну, видишь, я сходил. Бойкат-то по старинке? Да. Или у них бойкат остался бойкатом, да? А, они его не переименовывали, да? Нет, нет. Вот, хотя еще кого мы уважаем очень сильно, реально. Франка? Франка, да. Дима, Дима мы тоже очень. Очень сильно. Он еще болельщик московского Спартака, как и я, 24 года болеет за Спартак. Он тоже болельщик Спартака. Лично с ним не знаком, но мы в друзьях ездим в ВКонтакте. Еще, на самом деле, с очень давних времен. У него все мастера практически топовые, без шуток. То есть, там прям вот очень хорошее качество мастеров, там сильнейшие мастера. Тут, как говорит, Александр Кабанов, да? Артем Фролов раньше работал, сейчас не знаю, работать нет. Зуслан Андреяшин. Там, ну, это просто... Да, да, это сильнейшие мастера. Это просто, ну... Ну, Франц сильная сетка. Очень сильная. Они ребята молодцы. Она очень сильная. Они свое качество держат, свое дело делают. И их тоже, да, молодцы. Угу. У меня закончились вопросы. Мы практически уложились в час. Да. А, ёпас. Да, время очень много уже. Да, ну ничего. Арам, я сердечно благодарю. А мы потому что долго очень пытались. Тебя. Да, я вот часто пропадал. Да, да. Мы пытались больше года. То есть, я и психовала, и там ругалась. Ну, ребята всегда. Я даже жму человека. Я часто могу пропадать вот так вот. Ну, кто действительно чего-то хочет, тот этого добьется. Да, правильно. Вот видите. Да, я благодарю тебя. Потому что я извиняюсь за что там какие-то были моменты с моей стороны. Там были, может быть, какие-то жизненные ситуации. По-разному, короче, бывает. Я прекрасно понимаю. У нас у всех и семьи, и бизнес, и какие-то свои затыки в жизни. Поэтому очень приятно было с тобой пообщаться. Я тебя благодарю за то, что ты выкроил время. Я тоже благодарю вас. И ребятам большое спасибо за комментарии, за предоставленную локацию. У вас очень классно. Мне очень понравилось, правда. Спасибо большое. Спасибо. Всё. Друзья, всем хорошего вечера. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.